Заплати всего 25% от суммы, и новые кроссовки сразу твои. А дальше оплачивай их равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. ДО-ЛЯ-МИ. Новый способ покупок без комиссии и переплат. Установи приложение ДО-ЛЯ-МИ. О, Джонни! Смотри, мороженое! Прямо как ты и хотел! Здравствуйте! А можно мне клубничное? Или банановое? Хотя нет, давайте лучше шоколадное. Так, Джонни, давай ты сначала подумаешь, а потом решишь. Можно мне крем-брюле? И сейчас еще мой брат выберет. Блин, да я не знаю какое. И вообще, что ты перед меня лезешь? Джонни, да потому что ты полчаса мороженое выбираешь. Возьми такое же, как у меня. Оскарь, не нужны мне твои советы. Я как-нибудь сам разберусь. Можно мне персиковое? Обожаю мороженое. В жару самое то. Особенно крем-брюле. Приятного аппетита, Джонни. Спасибо. Фу, какое оно противное. Оскарь, а можно я твое попробую? Ну, даже не знаю. Эй, тебе что, жалко для меня, что ли? Ладно, обжора, только немного. Офигенное мороженое. Ну почему у тебя всегда вкуснее? А давай поменяемся. Нет, мне свое там. Оно почти целое. Эй, эй, притормози. Ты уже почти все мороженое съел. Я же тебе предлагал взять такое же. Ешь свое, персиковое. Но ты даже мое не пробовал. А уже отказываешься. Ой, все, отстань. Тебе всегда больше нравится то, что я выбираю. А все потому, что у тебя своего мнения нет. Эй, а ты не офигел ли вообще так общаться со мной? Все, вожигел. Собаки. Папа. У нас отличные новости для вас. Кажется, мы нашли дом. Не факт, что мы туда заедем. Все-таки я хочу жить в городе больше. Ого, наконец-то. Это значит, мы сможем гулять в лесу целыми днями. Так, пока он не видит, съем обо мороженое. Ну что, Оскар, поедем смотреть дом. Иди доедай мороженое. Ого, Джонни, ты уже свое съел, а говорил невкусное. Сейчас, я быстро. Оскар, что с тобой? Кажется, я задыхаюсь. Оскар, ты что? Ел без всякое мороженое? Никита, у него начинается аллергия. Срочно поехали в скорую. Ну, Джонни, ты виноват. Ты специально съел мое мороженое. Озя, ты что, специально притворяешься, чтобы тебя пожелели? У Оскара начинается отек. Джонни, ты вообще чем думал? Мам, ну, я бы не правда не хотел. Джонни, если ты будешь тормозить, мы не успеем ему помочь. Ему нужен укол. Эй, подождите, а аллергия не заразна? Может, мне тоже нужен укол? Ну, вот и тот самый дом. Какой красивый и просторный. Оскар, как себя чувствуешь? Помог укол? Да, уже получше. Мам, что-то у меня горло болит. У тебя случайно нет таблетки. Ну-ка, покажи свое горло. Какое красное! И таблея такого у меня с собой нету. Нужно ехать в аптеку. Оскар, достань из багажника свою кофту ему, чтобы он сильнее не разболелся. Ну уж нет. Джонни сам виноват. Слопал целиком мое мороженое. А теперь плачешь, что горло болит. Оскар, ну ты ведь старше. Ты должен быть умнее. Джонни ведь не специально. Нет, специально. Да я же сказал, я случайно перепутал. Ты врешь? Ты всегда меня подставляешь? Ты же у нас такой маленький, беззащитный, всегда сухим из воды выходишь. Да ты, да ты жопа. Что сказал? На, получай. А ну-ка, перестали. Оскар, прекрати. Еще перекусать друг друга не хватало сейчас. Денечек добрый. Ну что, вы готовы к рассмотру, а? Идемте дома смотреть. Витоль. Никита. Здравствуйте. Пойдемте, конечно. Ну вот, бутерброд. 200 квадратов. Такой дом. Вау, мне очень нравится. Это вы еще гостин не ели. Пойдемте покажу. Удивительно. Ну, мне тоже нравится. Какая удобная кухня. Ой, стой оранжевого цвета. Уже представляю, как я вам здесь завтра буду готовить завтрак. Очень классный дом. Тут даже бегать можно. Так много места. И мой любимый динозавр идеально сюда подходит. Оскар, ну что, уже совсем ничего не болит? Доволен, что тебя пожалели? Отстань, Джонни. Ведешь себя как маленький. Ха, на себя посмотри. Бегаешь с динозавром зубах, а еще говоришь, что я мелкий. Джонни, если ты еще что-то скажешь, я тебе язык оторву. Джонни, а давайте я вам вашу комнату покажу. Пойдемте. Ну что, парни, вот одна комната, вот вторая. Выбирайте сами. О, я вот в этой буду жить, она пацанская. Блин, я не хочу жить в комнате с розовыми шторами. Я в ней жить точно не буду. Хм, есть вариант поставить двухъярусную кровать в комнату, которая понравилась? Вам обоим. Не, я с ней в одной комнате жить не буду. Извините нас, пожалуйста. Что-то они в последнее время часто ссорятся. Надеюсь, после переезда они будут ссориться меньше. Ну что, будем подписывать договор? Отлично. Подпишитесь здесь. Никита, Оскар, Джонни, завтрак готов. Первый завтрак в нашем доме даже не верится. Ура, первый завтрак. Обожаю яичницу. А можно мне двойную порцию? Тебе солить яичницу или нет? Не, не надо. Ммм, как вкусно пахнет. Что с моим динозавром? Джонни, это ты? Нет, не трогай, я твоего вонючего динозавра. Ну что, ты мое мороженое это вчера не трогал? Ты уже задолбал брать мои вещи. Мама, Джонни всегда берет мои вещи без спроса, а теперь испортил моего динозавра. Ему срочно нужна реанимация, он ведь не выживет. Оскар, Джонни и правда не трогал твоего динозавра. Он сразу сел за стол и не подходил к нему, я видела. Значит, он проснулся ночью и сделал это специально, чтобы снова выставить меня дураком. Джонни, ты мне больше не брат. Слышь, ты что, офигел? Оскар, динозавра мы и купить можем, а брат у тебя только один. Нельзя так говорить про свою семью. Он мне больше не семья. Тихо! Оскар, Джонни, вам нужно друг от друга отдохнуть, хотя бы денек. Согласен. Давайте сделаем так. Мы с Оскаром поедем в магазин за новым динозавром. Отлично. А мы тогда с Джонни остаемся дома. Оскар, жду тебя в машине. Хорошо, пап. Все, мам, пока. Мам, это как-то странно. Я и правда этого не делала, но тогда кто бы это мог быть? Мы с папой точно бы не стали этого делать. И вообще, Джонни, тебе пора перестать брать вещи у Оскара. Вообще-то, я всегда спрашиваю Оскара разрешение, прежде чем сказать, что это за шум? Там кто-то есть. Оскар, не сердись так на Джонни. У него сейчас возраст непростой, да и в конце концов сам так близко к сердцу, не воспринимая его слова. Просто не обращай внимания на это и чаще делись с ним. Тогда конфликтов не будет. Нет, будут. Вчера я поделился с Джонни, но он все равно без спроса съел мое мороженое. А сегодня еще и моего динозавра убил. А вы с мамой сделали вид, будто бы ничего не произошло. А, папа, осторожно! Джонни, ты что так перепугался? Это, наверное, Никита с Оскаром вернулись домой. Может, что-то забыли или ищут в коробках. Пойдем посмотрим. Мам, может, не надо? Мне очень страшно. Кажется, звук был из бойлерной. Мама, что это? Это что, кровь? Хотя нет, это помада. Но все равно как-то стрёмно. Это уже не смешно. Джонни, колись! Это ты все подстроил? Блин, я же хотела вчера у риэлтора спросить, но не успел. Что спросить? Ну, есть ли здесь нечистые силы, духи или привидения там? Капец. Я вообще не верю, что здесь кто-то может быть. Может, это вообще надпись от старых владельцев осталась? Я думаю, что все-таки это были призраки. А давай поставим камеру Оскара, убежим, а потом проверим запись. Пап, что случилось? Был такой громкий звук? Оскар, плохо дело. Колесо пробило. Пап, извини. Это все из-за меня, из-за того, что я на тебя накричал. Ладно, Оскар, пойдем чинить машину. Иду, пап. Так, запаска у меня точно есть. А вот насчет домкрата не помню, брал я его или нет. Походу, не брал. Тут только твоя палка и пулер. О, а давай палку используем как домкрат. Ну, это моя любимая палка. Я хотел ее на стену повесить. Что ж, пойду тогда новую поищу. Договорились, я тогда останусь охранять свой пулер, чтобы его никто не украл. Оскар! Папа? Джонни, мы с тобой взяли камеру Оскара без спроса. Он только недавно почетил провода и просил их не трогать. Мам, да Оскар все равно бы не разрешил. Мы сейчас быстренько посмотрим, а потом обратно вернем. Он даже не заметит, поверь мне. А если здесь и правда кто-то есть? Вдруг мы его этим разозлим? Да вроде нет никого. Видишь, как круто я придумала, что нужно камеры взять. Если кто-то и есть, то мы увидим. О, а вот и мы с тобой. Стоп, кто за нами? Мама, беги! Папа, я бегу к тебе, ты где? Оскар, помоги! Папа, как ты оказался в канаве? Папа, что с тобой? Подожди, а как я тебя вытащу? Если я буду тащить пулер, то он порвется. Оскар, помоги! Меня кто-то утаскивает под землю за ногу! Дай пулер! Папа, ладно, была не была. Тащу! Держись, держись! Какой ты держал их! Давай, 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 давай! Папа, наконец-то ты выбрался! Кто тебя тащил? Не знаю. Оскар, спасибо тебе. Благодаря пулеру ты меня спас. В один момент я испугался, что пулер может порваться. Но когда я представил, что могу больше тебя не увидеть, у меня сразу сомнения пропали. Пап, прости. Если бы я поделился палкой, тебе бы не пришлось идти в лес. Оскар, ты молодец. Вот видишь, если бы ты делился с Джонни и не жадничал, ничего бы этого бы не случилось. Я считаю, вам с Джонни нужно поговорить. Хорошо, а давай тогда не поедем за динозавром. Давай сейчас поедем домой. Все-таки я взрослее Джонни, я начну с ним говорить первый. Оскар, я тобой горжусь. Так поступают настоящие взрослые люди. Пап, можешь взять мою палку, используй ее как дамкран. Бежим! Она бежит за нами! Не тормози! Мама, мне страшно! Прячься под стул и не высовывайся! Я постараюсь его задержать! Нет, мам, без этого ты прячься под стул. Это же все из меня произошло. Помнишь, ты сказала, что духи могут разозлиться? Вот, так оно и случилось. Мама, что это за звук? Джонни, он идиот! Джонни, давай договоримся, что бы ни случилось. Сиди здесь, молчи и не высовывайся. Мама, нет, стой, не надо! Что это за крик? Оскар, кажется, это голос Леры. Да, и голос исходит с крыши. Жди здесь, я бегу за ней. Мама, я уже бегу! Так, а где мама? Джонни? Что произошло? Озер, это я вовсе виноват. Мама, мама, она упала с крыши. Что? Джонни, как тебя это мог допустить? Мама! Джонни, здесь мамы нет. Давай тогда спустимся к папе, может он ее нашел. Папа, ты где? Его здесь нет. Оскар, в этом доме живет какое-то существо. Мы видели его по камерам, а потом оно бежало за нами. Наверное, это оно забрало маму и папу. Так вот оно что! Значит, в канаву папу тоже тащил это существо. Открывайте. Кто здесь? Это социальная опека. Соседи жалуются, что в вашей семье постоянно происходят ссоры. Нам нужно поговорить с вашими родителями. Они же дома. Знаете, мы только вчера переехали в дом, а сегодня какое-то существо сначала тащило папу в канаву, потом сбросило маму с крыши, а потом украло папу. Все понятно. Записываю. Дети едят галлюцинации на фоне травм от постоянных ссор. Семья неблагополучная. Меры для решения. Лишение райисских прав и помещение в специализированной интернате. Мы не откроем вам дверь и не поедем ни в какой интернат. Понятно? Так я вам выламываю дверь. Придется закрыть вам глаза на период поездки, чтобы вы не смогли потом сбежать обратно. Нет, только не это. Джонни, все пропало. Это все из-за нас. Джонни, прости меня, пожалуйста. Я очень виноват перед тобой. Если бы я не жадничал, то всего бы этого не было бы. Оскар, я тоже виноват. Когда я беру твои вещи без спроса, всегда все рушится. Вот даже сегодня, когда я взял твои камеры, появилось это странное существо, которое украло родителей. Прости, Оскар, я теперь правда всегда буду спрашивать, прежде чем взять у тебя что-то. Джонни, я согласен с тобой. Нам нужно научиться договариваться, а не кричать друг на друга и драться. Ну вот это уже другое дело. Мама? Папа, это вы? А где социальная опека? Оскар, Джонни, мы специально устроили для вас этот ужастик. Зачем? Мы так хотели, чтобы вы наконец-то сделали выводы из этих бесконечных ссор. Мам, пап, простите нас. Мы все обсудили и больше так не будем. Мы так рады, что наша семья снова вместе. Собаки, мы вас очень любим. Ну то существо, мы же правда его видели. А, существо. Секунду. Собаки. Оп. Ну, помашите лапкой нашему риэлтору. А, так вот кто был этим странным существом. А кто тогда убил динозавра? Оскар, ну как ты мог не узнать своего старого динозавра? Как же я рада, что мы живем в новом доме и наконец-то без ссор. Кстати, уже должны привезти двухъярусную кровать. Ура, я так рад! Начинается новая жизнь!